Пионерский лагерь Эту дорогу, по которой мы идем В пионерский лагерь Сосинки Когда-то это была хорошая проселочная дорога И по ней на автобусах возили детей Ну а сейчас мы здесь идем пешком Машину мы оставили на дороге Идти здесь, судя по всему, где-то километра полтора Надеюсь, что мы все же найдем этот лагерь Снимем там видео Мы углубляемся все дальше в лес Меня вообще терзают смутные сомнения Что здесь вообще может находиться какой-то лагерь Но, тем не менее, по всем координатам Он должен находиться именно здесь Вот мы дошли до какого-то импровизированного мостика Такая здесь речка Сейчас я вам покажу И мы пойдем дальше Здесь дорога разветвляется В две разные стороны Прямо и влево Но я думаю, что нужно идти прямо И надеюсь, что очень скоро мы уже придем Правда, не зная куда Сегодня мы путешествовали по разным областям Мы были Ярославской и Костромской области Ну а на обратном пути уже заехали в Ивановскую область Искали мы несколько пионерских лагерей В общем-то мы их нашли Но, к сожалению, не попали ни в один Поскольку какие-то из них стали частной собственностью И попасть туда положительно невозможно Какие-то просто снесены У бывшего забора этого лагеря От которого остались только вот эти колышки Я обнаружил большое количество спиленных сосенок Целая поляна А раньше был лес Возможно, эти сосенки и дали название Этому лагерю Здесь дорога идет круто вверх И справа от меня Мы видим Руины какого-то здания Я думаю, когда-то Это Была Либо детская, либо игровая комната А в настоящий момент, судя по всему Ее используют под коровник Мне становится все более интереснее И мы сейчас пойдем дальше Дорожка ведет нас вглубь Впереди я вижу Очертания каких-то зданий Да, впереди я вижу большой Двухэтажный белый корпус Сейчас мы к нему подойдем поближе Смотрите, какой был большой корпус Конечно, он был со всеми удобствами Ну что, заглянем внутрь Хотя бы на минутку Поднимемся по этим ступеням По которым когда-то Ходили дети Вглубь битые стекла Здесь пустая комната И гора в никуда А здесь мы видим вестибюль И Вот такой коридор Полы здесь абсолютно сгнили И ходить по ним Небезопасно Я думаю, можно провалиться Но я дойду По крайней мере, хотя бы До одной комнаты До ближайшей И мы туда заглянем Вот смотрите Вот такая комната Полы здесь полностью сгнили Как давно Этот лагерь Не принимает детей Поскольку Совершенно невозможно Передвигаться по помещениям Первого этажа Давайте зайдем На второй этаж Мы поднимемся По этой лестнице И посмотрим Что есть здесь Раз уж мы так долго Добирались До этого пионерского лагеря Давайте зайдем В левый коридор Вот такие здесь комнаты Да, даже не верится Что когда-то В этих помещениях Могли отдыхать дети Даже не верится Здесь были санузлы Даже Одинокая раковина Сохранилась Ну, а унитазов Конечно, уже давно нет Здесь были какие-то шкафы Что-то хранилось Стеллажи Еще одна из комнат Это комната Без полов И здесь выход Выход прямо на улицу Когда-то здесь Как я понимаю Была пожарная лестница Вот ее остатки Но ее уже давным-давно Спилили На металл И здесь находиться В общем-то опасно Я думаю Пора возвращаться вниз И поискать Еще какие-нибудь здания Этого пионерского лагеря Сейчас хотя бы на минутку Я Перед тем, как спуститься Пройду В то крыло Ну, я уверен Что там нас ожидает В принципе Все то же самое Да Однозначно Такие пустые комнаты Да Давайте, друзья Будем покидать это помещение Мне очень интересно Сохранилось ли Что-нибудь Еще От других Строений Пионерского лагеря Вот она Эта лестница Без перил По которой Сюда поднимались И сейчас Спустимся вниз Как красиво поют птички Хочу показать вам Какие молодые Елочки здесь растут Как они были бы рады Если бы здесь были слышны Голоса детей Только они никогда их Не слышали Впереди я вижу Здание Одноэтажное Кирпичное Сейчас Мы к нему Подойдем Скорее всего Как я понимаю Это была Столовая Может быть клуб А может два в одном Как часто оно бывало Довольно-таки Внушительное Здание С красивыми Рисунками А еще хочу Вам Сразу же Показать Вот такую Мозаику Которая находится На стене Этого здания Рисунок Из далекого Советского Прошлого У главного входа В это здание Мы видим Два постамента Как я понимаю Когда-то На них Стояли Какие-то фигуры Теперь Клужина Не понять Что это были За фигуры Давайте зайдем Внутрь Этого здания Пока еще Окончательно Не стемнело Возможно Мы здесь Что-нибудь Увидим Для себя Итак Здесь Стояли Умывальники Детишки Перед тем Как Кушать Мыли здесь Руки Здесь Я думаю Были туалеты Ну А в этом Зале Когда-то Кушали дети Как давно Это было Нарядный был зал С нарядными рисунками Они Сохранились До наших дней Рисунки На колоннах Но И были еще Рисунки На стенах Но Они уже Едва Различимы Да Вот такая Была Столовая Ну А сейчас Мы ненадолго Зайдем В помещение Кухни Здесь Какое-то Окошко Здесь Совершенно Как всегда Уже Давным-давно Пусто Да Здесь Уже Ничего Нет Причем Давно Ни вытяжки Никаких Других Предметов Кухонного Оборудования Осталась Только Вот такая Дыра В никуда Она Довольно-таки Глубокая Ну И надписи Как всегда Встречают Нас На стенах Для мытья Рук Здесь Когда-то Был Помывальник Здесь Написано Производ Стюны И Для Вареных Продуктов Зайдем Еще В Одно Из Помещений Посмотрим Что Было Здесь Что У нас Здесь Написано На стене Здесь Стояла Мясорубка Значит Это Был Мясной Цех Здесь Была Параковина Для Матья Рук Да Довольно-давно В этой столовой Уже Ничего Не осталось Хочу Вам показать Дорогие зрители Здесь Когда-то Находились Ящики Для Столовой Посуды Ящики И шкафы И опять же Черная дыра Дыра В никуда Да Теперь Даже Не верится Как Когда-то Здесь Было Шумно Людно И весело Тоска И печаль Владеют Этим Помещением И Этим Лагерем Когда-то Дети Покушав Выходили Спускались По этим Ступеням Вот На эту Полянку То есть Наверняка Скайли Скобейки Теперь Уже Ничего Этого Нет Какое Интересное Соружение Мы Увидели Старая Избушка Но Когда-то Она Была Очень Красивой У нее Уже Провалилась Крыша И К сожалению Что В ней Находилась Теперь Нам Уже Не Узнать Никогда Обойдя Территорию Этого Лагеря К сожалению Мы Больше Не Обнаружили Никаких Строений Вероятно Этот Лагерь Был Очень Небольшой Только Столовая И Один Корпус Ну А может Быть Другие Корпуса Уже Снесли И Они Не Дожили До Наших Дней В любом Случае Уже Темнеет И нам Пора Возвращаться Домой Хочу Поблагодарить Всех За внимание Спасибо Что Вы Сегодня Снова Были С Нами Всего Самого Доброго И До Новых Встреч В Ивановской Области